Всем здорова, Ютуб! У микрофона фикс, и в этом ролике я буду зарабатывать деньги в Майнкрафте различными способами. А всё для того, чтобы купить за них улучшения для Майнкрафта. Сначала мой Майнкрафт будет стоить почти ничего, но что будет, если я куплю улучшения за 10 тысяч долларов? Смотри ролик, чтобы узнать. Ну а перед тем, как мы начнём, обязательно подписывайтесь на канал, ведь тут выходит много таких крутых роликов. А мы начинаем. И что ж, как я думаю, вы заметили, сейчас мой Майнкрафт стоит примерно ничего. Тут даже нету никаких текстур, остались только некоторые вот таблички, свиньи. И подождите, что? Подпольный торговец? Эй, пс, железо по дешёвке не надо. Так, по дешёвке это сколько? У меня очень низкие цены. 1 доллар за 16 железных блоков? Слушай, мужик, у меня пока денег нет, но я запомню. Ну и первым делом я обязательно должен, конечно, как-то раздобыть деньги. Здесь у меня есть разные места, где я могу их заработать. Например, вот рыбак, там у нас шахтёр стоит, ну и там у нас ещё что-то расположено. Например, вот это вообще, что такое? Наверное, мы поймём это, когда улучшим Майнкрафт. Ну а улучшать я буду его у банкира. У него есть какие-то автоматы, сундук и сам банкир. В данный момент моё состояние примерно 0 долларов. Как и, опять же, стоимость моего Майнкрафта. Давайте посмотрим, что у него по ценам. Приветствую, не желаете вложиться? Вообще-то желаю, хотя звучит как скам какой-то, ну ладно. Итак, за один цент я смогу впервые прокачать свой Майнкрафт. Я думаю, один цент очень легко заработать. Дальше 25 центов, 5 долларов, 20 долларов, 100 долларов, пятое улучшение. И 10 плюс тысяч долларов, супер улучшение. Даже интересно, что это такое. Ну а ещё он продаёт всякие предметы. Плюс-минус по доллару, только вот тут золотые яблоки и тотемы дорого стоят. Стоп, что это такое? Один доллар обменивается на 25 центов? Блин, ну это натуральный скамерский банкир просто. В чём смысл вообще этой покупки? Что ж, давайте сделаем себе хотя бы какие-то инструменты, чтобы начать зарабатывать деньги. Насколько я знаю, я могу зарабатывать деньги, убивая злых мобов. Например, если я завалю зомби, то с каким-то шансом с него упадёт какое-то количество денег. Но сейчас день, а значит и зомби вокруг нигде нету. Поэтому давайте посмотрим, что от нас хочет рыбак. Хм, рыбное место. Поймай мне 5 рыб, и я дам тебе 5 долларов. Слушай, а это неплохо, вот это реально вложение. Блин, тут так всё странно выглядит. Это вообще верстак, посмотрите, это что-то оранжевое просто. Давайте его где-нибудь здесь поставим. Это всё, конечно, круто, но чтобы здесь порыбачить, мне нужна удочка. А её у меня нету. Поэтому я скрафчу себе деревянный топор, деревянную кирку и отправлюсь за пауками. Я думаю, что убил достаточно пауков, ведь с них мне упало 5 ниток и 12 центов. А это означает, что, во-первых, я могу уже купить себе первое улучшение. Давайте его возьмём. Ух, вот оно сладкое. Что же будет, если я нажму? Воу, смотрите, текстуры реально появились. Причём не просто какие-то текстуры. А я реально теперь понимаю вообще, где нахожусь. Посмотрите на эти деревья, на эту траву. Блин, а мне очень нравится первое улучшение. И вообще, оно только первое, а уже выглядит так классно. Я бы даже так и играл. Трава такая зелёная. Тут какие-то вот переходики между травой. Это всё выглядит очень круто. И теперь я даже понимаю, что это, например, шахтёр и камень. Но всё-таки 11 центов это очень мало. Мне пора бы уже сделать себе удочку. И тем самым начать зарабатывать реальные деньги. То есть 5 долларов. За них я очень много что смогу себе купить. Ну и как минимум на будущее нужно сделать себе печку. Не буду же я вечно голодным. Офигеть, что это за печка вообще? Это плита кухонная? Ладно, пускай пока переплавляется еда. А я сделаю себе удочку. Удочка готова. Хватило даже на каменные инструменты. Ну и теперь можно порыбачить. Так, мужик, я беру задание. Я запомнил. 5 рыб, 5 долларов. Поехали. Первая рыбка есть. Плюс 5 долларов. Деньги получены. Спасибо, мужик. Правда, не знаю, зачем тебе иглобрюх. И вообще это очень странно, что я и рыбу себе оставляю, и деньги забираю. Итак, состояние моего счёта теперь 5 долларов 11 центов. Это означает, что я могу пойти и закупиться у банкира. Наконец-то. Так, подождите. Я могу купить улучшение 2, и мне почти сразу хватает на улучшение 3. Но лучше, наверное, я куплю себе второе улучшение и пару алмазных инструментов. Всё-таки это очень полезно. Хотя, вот тут за 5 центов есть железные. Можем даже сэкономить. Кто знает, кто знает. И подождите, деньги у меня в долларах? О, да, я могу их разменять. Очень хорошо, а то второе улучшение продаётся за 25 центов. Так, ладно, покупаем его. Пока что не используем. И, блин, 25 центов разменять я уже не могу. Поэтому, скорее всего, придётся покупать алмазные инструменты. Ну, что поделать. Кирки, топора и меча мне, пожалуй, хватит. У меня остался доллар 86 центов. Далеко с ними, конечно же, не уйдёшь. Но теперь у меня есть второе улучшение. И давайте его нажмём. Я даже не представляю, что вообще должно измениться сейчас. Ладно. Воу, что? Окей, подождите. Это стало больше похоже на обычный Майнкрафт. Он стал серьёзнее. Но я уже вижу, что это лучше, чем обычный Майнкрафт. Вы посмотрите на эти гладкие переходы у блоков. И, знаете, ощущение, что как будто... О, право двигается. Инструменты поменялись. И как будто всё стало в 3D. Хотя даже не как будто. Посмотрите на эту печку. Допустим, я попробую её запустить. И, боже, как это круто смотрится. Даже небо более-менее классное появилось. Теперь этот мир воспринимается совсем по-другому. Он стал каким-то, что ли, более серьёзным. Мне нравилось, когда всё выглядело как мультик. Но всё-таки моя главная задача увидеть, что будет в конце. Как выглядит самый дорогой Майнкрафт. Поэтому нужно зарабатывать дальше. Ну и, конечно, перекусить жареной свининой. Итак, следующее улучшение стоит 5 долларов. Давайте подумаем, где мы их можем заработать. От рыбака тропинка идёт прямо к шахтёру. Поэтому давайте сходим сюда, почему бы нет. Узнаем, что он от нас хочет. Вот бы кто переложил эти камни в сундук. Деньгами не обижу. О, я твой намёк понял. Слушай, это как раз по моей части. Есть алмазная кирка, есть камни, есть сундук. Работаем. На самом деле, я думаю, что это будет довольно лёгкое задание. Главное не упустить ни одного камешка, а то вдруг всё не сработает. Прикиньте, я сейчас прокопаю, короче, а там внизу оказывается, что тут не 10 камней, а штук 100, и они идут прямо в центр земли. Блин, вы посмотрите на эти переходы, это так красиво выглядит. Я не представляю, что будет дальше. В конце концов, у нас есть ещё куча улучшений, которые мы можем купить. И нет, слава богу, камень не идёт под землю. Значит, просто собираем его. Фух, весь камень вскопан. Тут было... Кстати, а сколько тут было? Сколько было в моём инвентаре? Так, по-моему, у меня было вообще ноль. Значит, здесь был стак булыжника. Ладно, сложу стак. Деньги получены, плюс 10 долларов. Теперь мой счёт 11 долларов 86 центов. Я становлюсь миллионером. Уже не помню эти деньки, когда зарабатывал центы на первое улучшение. На самом деле, это реально круто. И посмотрите, у меня купюра 10 долларов. Я же, да, слава богу, могу её обменивать. Ну что, спасибо, шахтёр. Три камня я приблатыкал себе. Отлично. Давайте посмотрим, что я смогу на них купить. Наверняка следующее улучшение точно смогу. Оно стоит 5 долларов. Ага. То есть, я обмениваю 10 долларов на 2 по 5. Покупаю себе третье улучшение. И у меня остаётся ещё почти 7 долларов. И я даже не знаю, что на них купить. Ладно, смотрите, тут вроде можно обменять деньги. Я, конечно, не знаю. Возможно, тут есть что-то особенное. Давайте купим. И... Эээ, серьёзно? Это просто реально скам. Я просто получил 25 центов. В чём смысл? Банкёр-то совсем уже чокнулся. Но подождите, у меня было 3 раза по 25 центов. Теперь 4. И из них я могу сделать доллар. То есть, по факту, этот доллар я не потерял. Ладно, давайте, наверное, купим себе лук. В целом, когда-нибудь он нам пригодится. Тем более, тут и стрелы по доллару. Вообще, хочу себе, на самом деле, и стрелы купить. Давайте сюда. Щит пока покупать не буду. В принципе, всё. Пошли зарабатывать дальше. А, стоп, точно. Я же себе улучшение третье купил. Так, давайте его применять. На самом деле, я уже даже не догадываюсь, что будет. Вот как думаете? Напишите в комментариях. Следующее улучшение. Изменит Майнкрафт очень сильно? Или так? Совсем чуть-чуть. Даю вам пару секунд. И нажимаю. Чего? Так, стоп. Что с этой травой? Почему она так сильно не вписывается? Эту я почти даже не вижу. Посмотрите. Ну, кстати, вот трава прям стала супер реалистичной. Эээ, ну вот забор и верстак. Я бы даже сказал, это шаг назад. Но в остальном пока что выглядит круто. Например, вы посмотрите на булыжник. Это прям реально булыжник. Ну и мир стал каким-то, знаете, мрачным, что ли. Тропинки теперь не такие веселые. О, боже, как выглядит гравий. Это реально куча камушков. Ну ладно, давайте поскорее просто заработаем на следующее улучшение. Мне кажется, тогда уже будет лучше. Так, что у нас тут есть? Лесоруб-новичок. Строитель. И что, больше никого? На самом деле, это очень странно. А, смотрите. Пират-неудачник. Ну давайте посмотрим, что он нам скажет. Офигеть, как выглядит песок. Ладно, ладно, беру свои слова назад. Некоторые вещи тут очень красивые. Цветет, мой сундук с кладом утонул где-то здесь. Не знаю, что делать. Так, ну это реально пират-неудачник. Вы даже посмотрите, как он выглядит. Он 100% неудачник. И он говорит, что его клад утонул где-то здесь. И сам он ничего не может сделать. Но он не просил меня помочь ему достать клад. Он просто зачем-то мне рассказал о том, что клад его где-то здесь. А также он сказал, что клад утонул, поэтому очевидно... Ой, боже, как тут нифига не видно. Скорее всего, клад под водой. Стоп, вы слышали эту рифму? Если не слышали, перемотайте на пару секунд назад. О, смотрите, тут есть какая-то дырка. Так, плывем быстрее, быстрее плывем. Воздух заканчивается. Эта дырка ведет куда-то очень сильно вниз. И я уже заметил, что тут есть уголек. Его бы я вскопал. А то мне прям категорически его не хватает. А, стоп, это железо? Что? Я думал, это уголь. Ладно, окей, тогда железо нам не нужно. Ой, как глубоко. Что это? Разбойник? Ау, 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 ау. Отсадь от меня, уйди, 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 уйди. Он очень сильно бьет. Как бы его закрыть, как бы его закрыть, как бы его закрыть. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй, хватит. Нет, уйди, 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 уйди. Блин, ребята, он оставил мне пол-хп, а я играю на хардкоре. Надо срочно поесть. Нет, не плыви к нему, не плыви. Давайте закроем течение. Фух. Мужик, может договоримся? Так, ребята, я, короче, обошел его и просто закрыл. Жопотик разбойника. Я так понимаю, он тоже пришел за этим кладом. Потому что мужик-дурак рассказывает всем, где его клад лежит. Ииии, пожалуйста. Чего? Подождите, сколько это? Я вижу, что тут куча монет по 25 центов. Но в сумме почти так. Так, ладно, давайте их скрафтим. 14 долларов, блин, мне не хватает вроде как 2 доллара для следующей прокачки. Вот это фигня, конечно. Но все-таки получить на халяву эти деньги было довольно приятно. А теперь пора отсюда выбираться, пока разбойник не раскопал себя. А то сносит хп, он будь здоров. О нет, это надолго. Каким-то чудом я выбрался из этого странного места. Мужик, твоего клада больше нет. Я думаю, наверное, все-таки стоило убить того разбойника. Все-таки он меня пытался убить. Возможно, у него были бы какие-нибудь деньги. И мне бы хватило на то, чтобы прокачать Майнкрафт еще раз. Ну ладно, это очень опасно. Пока что просто приготовлю себе покушать. Мои хп снова восстановлены. А это означает, что мне осталось чуть-чуть подзаработать. Ведь следующее улучшение и вправду стоит 20 долларов. Блин, точно, давайте я еще раз поймаю просто 5 рыб. Это же вроде очень легко. Скоро вернусь. Что ж, мною было поймано 5 рыб. И даже один крюк. Не знаю, зачем он мне. И теперь мой баланс 23 доллара. Это означает, что я наконец-то могу купить новое улучшение Майнкрафта. Ну и, конечно же, приготовить себе еще немного рыбы. Мне нужна банкнота в 20 долларов. Трудом и подом я сходил и обменял свои деньги. И теперь давайте купим четвертое улучшение. Купил. Надеюсь, оно будет реально классным. Потому что это мне не очень нравится. Так, ладно, давайте, используем. Воу, что у меня аж подвисает. Чего такое происходит? Вы посмотрите на эти цветочки. Боже, что, где я? Вот это вообще другое дело. Деревья снова стали пушистыми. Облака очень приятные. В воде есть отражение. И она просто очень красиво двигается. Рыбак, ты вообще видишь, куда мы попали? Что это за красота? Ну, все-таки на моем балансе 3 доллара. И если мы хотим улучшить Майнкрафт еще, хотя я уже не знаю, как может быть еще и как это вообще будет выглядеть. Тут даже трава высокая подходит под низкую, боже. В общем, нам нужно заработать еще денег. И я так и не хотел к лесорубу-новичку. Он с этим странным деревом явно от меня что-то хочет. Ой, вы посмотрите, какие тени. Очень красиво, очень. Трава супер реалистичная. Прям камушки вместо гравия. Ну и тут у строителя какие-то супер железные блоки, даже прям поцарапанные. Ладно, лесоруб, что ты от меня хочешь? Блин, моей лестницы не хватает на такое дерево. Но если я справлюсь, меня повысят. Помоги мне, пожалуйста. А, я понял. Смотрите, он реально держит лестницу и топорик. И дерево реально высокое. Я впервые такое вижу. Что ж, ну давайте ему поможем. И, видимо, он мне даст свою премию за повышение. Потому что если я сделаю это бесплатно, я его буду ненавидеть. Все-таки работы дофига. Для начала купим себе алмазную лопату за 1 доллар. Сейчас узнаете зачем. О, стоп, офигеть. Я даже не заметил сразу. Вы посмотрите, как улучшился дом банкира. Тут просто все в каком-то диком супер разрешении. Теперь мой Майнкрафт реально стал выглядеть дороже. Так, ладно, покупаем лопату. И копаем себе кучу земли, чтобы залезть на самую верхушку дерева. Блин, земля тоже очень классно выглядит. Земли мне понадобится реально много. Поэтому ускорение. Что ж, думаю полтора стака земли мне точно хватит. Поэтому давайте заберемся на это дерево. Я вот забираю сейчас и думаю, как же там внизу красиво. Тем более сверху это прям реально видно. Посмотрите, этот лес так сильно освещается солнцем. Ладно, ладно, все. Я думаю, вы все поняли. Пора уже зарабатывать деньги. Все-таки я сейчас, можно сказать, на своей работе. О, залез. Ух, ничего себе листья. Вы не против, я вас тут поломаю? Стоп, я их вообще ломаю. Я что-то разницы особо не чувствую. А-а-а, я полностью в листьях. И ничего не понимаю. Так, вот на верхушке дерева. Просто ломаем его вниз. Ух, мужик. Я сломал полностью это дерево. Отдавай мне награду. Плюс 40 долларов. Эй, что так мало? Подожди, сколько мне нужно для следующей прокачки? Что-то мне подсказывает, что этот дровосек меня чуть-чуть подразвел. Мне нужно 100 долларов. А у меня на балансе всего 42. Так, ладно, давайте пойдем на другую работу. Кстати, забавно, я сломал это дерево, и теперь здесь просто столб из грязи. Который, в принципе, издалека выглядит так, как будто ничего не поменялось. Ладно, строитель, настало твое время. Что ты хочешь? Мы явно не рассчитали количество материалов для моста. Если поможешь достроить его из железа, я щедро заплачу. Воу, щедро заплатишь, говоришь? И нужно всего лишь достроить мост с железом. Так, ну так у тебя же есть еще материалы. Ладно, что, нет, не проблема. Посмотрите, как выглядит эффект ломания. Я как будто реально трескаю все эти блоки. Так, стоп, сколько у вас тут? Семь блоков. Этого что, не хватит? Раз, два... О, да, этого определенно не хватит. Мне нужны еще железные блоки. Стоп, подождите! Был же подпольный торговец, который за доллар продавал 16 железных блоков. Теперь я понял, зачем он их продает. Возможно, он украл у них товары, и теперь где-то в тихую за углом здания банка просто продает его. Так, ладно, мужик, дай мне 16 железных блоков. Спасибо огромное. Теперь просто погнали, достроим этот мост. Это было довольно легко. Блок сюда, блок сюда, четыре вот сюда, один сюда, и один сюда. Плюс 100 долларов! Вот это другое дело! Мужик, удачи себе, ладно, так и быть, оставлю тебе вот эти вот железные блоки, сам с ними разберешься. Так сказать, вернул, еще даже один добавил. А он мне дал 100 долларов. Теперь у меня на счету 141 доллар. И этого мне хватает на предпоследнее улучшение. Поэтому срочно побежали его покупать. Кстати, а как выглядит верстак и печка? Ну, слушайте, верстак как будто реально сделан сверху из кожи. А печка, ну, просто печка из камня. Кстати, у банкира все это время в сундуке лежал доллар. А я даже не посмотрел. Ладно, банкир, продавай мне пятое улучшение. Правда, не знаю, как я заработаю пока что 10 тысяч чем-то долларов. Но все-таки, покупаем пятое улучшение, и давайте его использовать. Боже мой, что вы это видите? Посмотрите на небо. Это же реально как небо в Майнкрафте квадратами. Только реалистичное. Прямо чувствуется, что оно дорогое. Все листья на деревьях стали еще красивее. Я даже не знаю. Трава прям супер реалистичная. Вода супер реалистичная, посмотрите. Правда, вот с ромашками что-то не то. Стали каким-то мылом. Но в остальном это жесть, как красиво. Даже инструменты поменялись. Тот же меч. Он на солнце отсвечивает тенью. Посмотрите. В земле видно каждую травку. А гравий это теперь реально просто груда камней, которая чуть-чуть в земле. Вот теперь все реально стало выглядеть супер красиво. Ну небо это прям шок. Просто вот эти вот кубики, это очень-очень классно. Стоп, корова изменилась тоже? Это же явно необычная корова, посмотрите. И свинья тоже изменилась, я отсюда увидел. О, боже мой, свинья теперь стала выглядеть очень страшной. Как будто она пьет по вечерам или что. Я не знаю, короче, свинья, уйди, пожалуйста. Видно почти каждую песчинку в песке. Посмотрите на этот переход от блоков. Тут он вообще гладкий, а тут как будто песком засыпало. Короче, не знаю, ребята. По-моему, Майнкрафт стал выглядеть очень красивым. И он стал стоить уже, если что, больше 100 долларов. Вот, даже забор тут из дерева. Прикольно. Давайте посмотрим на дом банкира. Здесь у нас супер-глоустон, даже видно, как он светится. Дерево, очень красивый камень, прикольный люк и совершенно прозрачное стекло. Как будто мыли 3 часа. Ну, а последнее улучшение стоит больше 10 тысяч долларов. И на самом деле я пока не знаю, как на это накопить. Только очень-очень усердно работать. Поэтому на этом ролик подходит к концу. Если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Я запишу следующую серию, где покупаю еще больше улучшений. Вы представьте, куда больше, чем то, что уже сейчас. А будет больше. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте опять же лайки. Всем спасибо за просмотр. У микрофона был фикс. Всем пока. Я реально не знаю, как еще можно улучшить. Но улучшения-то есть. Все, всем пока.